Требует вот именно Эта емкость На которой мы посеяли Что здесь написано Мицелий из под шапки Шампиньона То есть как вы помните В предыдущем видео я показывал шампиньон Под шапкой которого Было видно уже рост Непосредственно мицелия То есть пушок там был Значит здесь вообще просто Уникальнейший Такое видео на котором хотелось бы Отдельно остановиться и рассказать Вот О происходящем здесь в этой емкости Это просто целая Роман Война и мир В четырех томах Если Быть кратким Значит вам хорошо видно Размером с большую монету Вот такая огромнейшая колония С центром Вот здесь этот пупырышек Это центр Это то что было внесено Это то что было содрано Из под шапки шампиньона Вот оно То есть видим Кругообразный рост Во все стороны Это Ничто иное Здесь мы можем Можно уже С уверенностью утверждать Что есть Этот рост Это ничто иное Как рост Шампиньона Мицелия То есть шампиньон Это не шампиньон Это мицелий и шампиньон Естественно Это большая была бы победа Но здесь не обошлось Естественно без ложки Все таки То что называется Дегтя В бочке с медом Вот здесь Две малюсенькие Такие вот колонии Которые Испортили Немножко нам праздник Вот Все бы было бы хорошо Да здесь видим Два бактериозика Вот Один И вот здесь второй Растут они Они сначала были Как микроскопические Видно белые Но у них такая Как плюс Не ткань сказать А они Выпинание Такое Над поверхностью Агаровой среды И Сейчас видим Они начинают Очень Ну Вы не видите Как они очень быстро А я вот Наблюдая просто с утра Увидел Как они просто Тотально начали Быстро расти Естественно В дальнейшем Чем больше Они будут раздостаться Тем Тем сложнее Нам чистому Будет Изолировать Вот именно Мицелий Самого шампиньона Поэтому Сейчас срочно Мы То есть Я должен Его изъять И показать вам Как я буду Это делать Теперь Здесь все еще Не так просто Когда я сегодня Посмотрел Когда я раньше Вот смотрел Была маленькая Такая колония Размером Ну буквально Там пару миллиметров Потом она начала Разраться Как маленькая монетка Теперь сейчас Видим Как уже Огромная монета Но Самое интересное То что Кроме вот этой колонии Вокруг нее Вы видите Вот То что вам кажется Что это кажется На самом деле Это не кажется Вот эти Мутноватые Такие пятнышка Вот которые Они везде есть Особенно вот здесь Его хорошо видно Вот эти Мутноватые пятнышка Это не Артефакты Это рост На поверхности На поверхности Агаровой среды При том Что этот рост Имеет все признаки Именно роста Грибного мицелия Он такой Ползучий Низкий То есть Он не растет Большой колонией Не растет Вверх И сильно Не разрастается А именно Такой вот Очень тоненький Ползучий Паутинки По агаровой среде Вот он напоминает Точно так же растет И мицелий Из клеток Вешенки Ну и других Положительных грибов Значит Меня Озадачил Этот момент Если я Из под шапки Шампиньоном Вносил Вот Сюда Фактически Кусочек Мицелия Растущего То Что же Это вот За тотальное Обсеменение Которого не было Первые дни Обычно Все плохие Инфекции Они очень быстро Развиваются Вот как этот Бактериоз Или все остальное А вот этот рост Появился Фактически Сегодня утром То есть Почти через Трое суток Что же Это такое И вот Немножко поразмышлял Над этим моментом И здесь Очень большую колонию Видно Вот здесь Вот Вот в этом месте Это вам не кажется Это Колония Соответственно Тоже Такой Обширный Идет рост И вот здесь То же самое Мы наблюдаем Это представило Меня немножко Так расстроило Я думал Что в процессе Переноса При том Что переносили Очень нагло Попала где-то Инфекция Там вообще Тотально Вот по этой стороне Попала инфекция И Снова наша культура Получится битой Но Оказалось Все не так-то просто Вот та частичка Такая черненькая Вот здесь Она меня Немножко Вот Дала мне Подсказку Что здесь происходит А здесь происходит Ничто иное Если мы брали Сухой материал Из-под шапки Шампиньона Вместе с мицелием В процессе Пронесения Самой петли Через Горлышко И саму бутылку Не могло Такого быть Чтобы именно Споры Не осыпались Из самой Маленькой Этой культуры Но она была Размером С 1 мм Но естественно Что пока мы Это все несли Эти споры Просто падали На питательную среду И вот то Что мы видим Вокруг Вот этой колонии Это не что иное Как разрастание Спор Которые мы взяли Из-под шапки Шампиньона Свидетельствует Об этом Еще один Интересный факт Что Как мы видим Сами колонии Сами колонии Они в основном Локализируются Вот до этого места То есть куда Мы проносили Лабораторную петлю Вот до этого места Видим полностью Все Обсеменено Вот каким-то Ростом Вот этот рост Это и является Рост Непосредственно Спор Который мы взяли Из Гриба Шампиньона Что мы будем В дальнейшем делать Вот видите Ролик все равно Получился Грузный Но хотелось Все Объяснить Именно Свои Переживания И Поделиться Всем происходящим Вот Что Здесь Значит что мы будем В дальнейшем делать То есть я В дальнейшем Значит я Сейчас я нашел Чистые пробирки Вот Сейчас я На эти пробирки Буду извлекать В первую очередь Вот эту культуру И попробую Ее Отсеять Уже На Непосредственно На чистую пробирку Для того Чтобы получить Чистую культуру Этого Шампиньона В дальнейшем Закупорю Вот эту бутылку И Буду В дальнейшем Наблюдать За всем Происходящим Нужно было бы Еще остановиться Немножко Ну Насколько позволяет Техника Я вот вам показываю Как выглядит Вот этот Рост Шампиньона Мицелия То есть шампиньона Видите Он имеет Он Ну Хороший Такой Очень активный Высокий Такой рост Ну В лаборатории Сейчас лето Жарко Тут приблизительно Почти всегда 26-27 градусов Поэтому и Вот такой характерный Для него рост Растет так вверх И такой вот Целой шапкой Но С такими Характерными Признаками Именно Все таки Мицелия Гриба В отличие от Например Такого варианта Что я вам уже показывал На брак Но это Врагов нужно знать В лицо Я вам всегда говорю Экспериментируйте Если у вас просто будет Трихидерма Расти Так по крайней мере Вы понаблюдаете за ней Вы хотя бы будете знать Как она выглядит Видите Какие колонии Образуют Вот такие Подушки Такие вот Нарастают Или вот Например Да Я забыл рассказать Об этом Предыдущих я рассказывал Об этом мукаре Который здесь вырос Вот красивая белая вата Превратилась в черный Такой вот ужас Вот здесь А здесь вот Бриллиантово-зеленая Триходерма Видите Какие колонии Она образует Вот такая ракушка Вот такая ракушка Образная Это бич божий Любого грибовода Потому что за 3 дня Она уничтожает Грибной блок То есть Она очень агрессивная И в принципе Ни один мицелий С ней справиться не может Кроме мицелий Из лаборатории Фанни Маршумского Который имеет свойство Даже стойкости Даже к такой заразе Как вот эта триходерма Но это не мой мицелий Это вот те попытки От сева Получить мицелий Шампиньона Таким вот Способом Ну то есть Из плодового тела И то что мы видим Это заражение Вот так выглядит Вот это бриллиантово-зеленое Триходерма И вот здесь Вот эта подушечка Которая вот здесь Вот сверху Это не что иное Это все-таки попытка Роста Непосредственно Самого мицелия Вот шампиньона Но шансов У нее здесь нет Тем более Что здесь все Обсеменено Уже с порами триходермы Видите какая она Вот бриллиантовая Такая отлива Вот если вы видите Такое в блоках То такие блоки Сразу выносите Подальше Потому что Это Такая вот Она выделяет споры Во внешнюю стриту Ну Такая нехорошая вещь Вот Значит Вот с этого мицелия Нет шансов И из такой емкости Естественно Изолировать эту культуру Нам не удастся Никак Потому что В процессе внесения петли Мы естественно Сразу на нее наберем Споры Вот этой триходермы И будем ее Износить из посуды В посуду Из посуды В посуду И ничего у нас Из этого дела Не получится Поэтому Все вот эти Наши Варианты Изыскания Мы откладываем Единственное что Здесь могло бы Еще представлять Интересно Если бы У меня вообще Ничего не получилось То естественно Вот эту подушечку Сверху Вот Я бы пробовал Что-то из нее Еще от шамани Как-то пробовал Я бы Еще немножко Взять Потом Быстренько Ее опять Изолировать Ну как-то так Через посев Может 4 или 5 Я бы все-таки Ее очистил Но Зачем Зачем нам Это все Мероприятие Все Если у нас Есть вот такая Вот красивая Штуковина Сразу Слышу Комментарии Вижу И читаю Комментарии Что В предыдущем Видео А что Именно Вот техника Как я вот Это все делал Ролик получился Уже длинным Очень Поэтому давайте Сделаем это В следующем Ролике Значит В следующем Ролике Я буду делать Изоляцию Вот Этого Мицелия Шампиньона И Наглядно Вам покажу Что и как Я буду делать И что для этого Необходимо